Девушки отдыхают Чтобы начать самую популярную и самую интересную программу «Дэнди. Новая реальность» сегодня в нашей передаче Старые добрые черепашки-ниндзя Подземелья гуников Кто они такие? Футбольная лихорадка на ваших экранах Стрельба по живым мишеням И Честер Чита, недопетая песня Америки Метал Марин, способие для будущих генералов А также Бабси и вечно молодой и увядающий Супер Марио Мы с вами встречаемся каждую неделю Но всякий раз, мне кажется, что вечно с целой проходит С тех пор, как одна передача выходит в эфир И надо готовить вторую И, конечно же, за это время огромное количество новинок Появляется в торговой сети «Дэнди» И это не только картриджи И не только приставки А и кое-что еще Я сейчас не буду вам об этом рассказывать Чуть-чуть позже я вас заинтригую Но скажу только одно Сегодня я буду в вас стрелять Но не пугайтесь, ничего страшного не произойдет Об этом чуть позже А сейчас давайте вернемся к нашим баранам Вернее, не к баранам, а к черепахам Ведь именно с картриджа «ТМНТ-1» я хочу начать нашу программу Все вы прекрасно знаете, что означают эти таинственные буквы «ТМНТ» Ну, конечно же, это «Тинэйч Мьютант Ниндзя Туртлз» Черепашки-ниндзя-мутанты Давно уже мы с вами не говорили об этих героях И я думаю, что это не повод для того, чтобы забывать о них Действительно, черепашки-ниндзя есть, были и, конечно же, будут Путешествовать по различным форматам Давайте посмотрим, что такое черепашки-ниндзя в формате «Дэнди» Это старая, хорошо забытая игра в новом исполнении Побежали в припрыжку черепашки Смотрим Черепашки-ниндзя долго будут лебезны народу тем, что если не чувства добрые лиры пробуждают Так хоть со скуки умереть не дают Бегают себе по телевизору и борются неизвестно с кем То есть известно, конечно, со Шреддером Из игры, правда, этого понять нельзя Но уж мы-то с вами посвящены во все тонкости их черепашьей занятий По многочисленным комиксам и мультфильмам Про их житье-бытье рассказывать особенно нечего, а вот несколькими ассоциациями поделиться с вами хотелось бы Размышляя долго о причинах популярности мутантов, я понял, кажется, главное Обаяние и милость их в том заключается, что велика пропасть между реальными рептилиями и героями мультика Черепахи неповоротливы и неуклюжи, а Микеланджело и же с ним, наоборот, эталоны ловкости и быстроты Потому их так и любят малыши всех стран, что и сами они малыши, то есть так же далеки от идеала, как их любимцы от природного прототипа Не забываем сначала выключить приставку из сети Потом нажать кнопку пуш, что значит по-английски нажать пуш, нажать, нажать пуш И вынимаем замечательный картридж «Черепашки-ниндзя» часть первая Честно говоря, она мне нравится больше, чем все остальные Все-таки как-то я к ней прикупил душой В свое время я именно с нее начинал свое знакомство с приставкой Дэнни Следующий картридж называется World Cup Soccer Это чемпионат мира по футболу Вернее, кубок мира Кап – это кубок, World – это мир, Soccer – это футбол Дело в том, что американцы всю жизнь считали, что футбол – это там, где такие здоровые дядьки бегают в таких шлемах, с такими решетками перед глазами И друг друга пинают, пихают плечами, ногами и носят такую длинную дыню, кожный мяч На самом деле, это, конечно, никакой не футбол для нас Для нас футбол – это вот то, что мы мячиком играем ногами, сбиваем ворота Потом договорились во всем мире, что футбол – это футбол для всего остального мира, а для Америки – это Soccer Вот так вот американцам всегда почему-то что-то такое делают особенное Ну, бог с ним, с американцами Давайте посмотрим, что это такое Дело в том, что я хотел несколько слов сказать вот о чем Спортивных имитаторов довольно много в мире новой реальности, но все они почему-то распределились в 16-битном формате Очень много Сеговских, очень много Супер Нинтендовских А вот в формате Дэнди, к сожалению, имитаторов хороших достаточно мало Я даже сейчас не могу вспомнить, ничего даже на ум не приходит Вот, пожалуй, World Cup Soccer – одна из лучших модификаций спортивной игрушки для 8-битной приставки Смотрим Это я не вверх ногами картридж вставляю, а просто бумажку так приклею Ну, не повезло Футбольная лихорадка, буквально колотившая московские дворы на протяжении 50 лет, перенестилась на экраны компьютеров Такой футбол, правда, намного дороже, чем тот традиционный Зато можно сэкономить на мячах, бутсах и синяках А удовольствие почти такое же Создатели этой версии голову сломали, как из 8-битного формата Выжать что-нибудь этакое и придумали Мяч, который вратарь выбивает в поле, поднимается в небо и увеличивается в размерах Создавая иллюзию того, что вы смотрите футбол с какого-нибудь вертолета, зависшего над газоном Мелочь, конечно, а впечатляет В остальном – обыкновенная симуляция спорта Зелень травы и многообразные шумы стадиона – в этом, пожалуй, сила этой игрушки А еще и то, что в 8-битном формате еще никто не пытался запустить такой серьезный вид спорта, как футбол Была стрельба, лыжи, а вот на футбол еще никто не замахивался Уж больно скромны возможности процессора За смелость, я бы даже сказал наглость Создатели игры достойны уважения и похвалы Все, матч закончен Потрясающе великолепная игра Играть можно вдвоем Ну, а если вам не с кем играть, играйте с компьютером Но, предупреждаю вас, с компьютером у вас играть будет довольно сложно Потому что он, как и всякий компьютер, чуть быстрее соображает, чем мы люди Ну, а если вам удастся победить его, тогда я буду вам аплодировать хлопать вместе с миллионами зрителей и телезрителей Еще не успокоился картридж футбол, а я уже беру следующий Последний в нашей сегодняшней программе из восьми битов, конечно, не пугайтесь Это называется TV Game 5 in 1 Что такое TV Game, вы, конечно, знаете Так во всем мире принято называть телевизионные игрушки То есть наши компьютерные игрушки А вот 5 in 1, а это тоже просто 5 в 1 Это значит, что в этом картридже целых 5 совершенно разных игр Я прошу именно на это внимание свое обратить 5 совершенно разных игр Потому что часто мы сталкиваемся с картриджем, где написано 1000 в 1, 5000 в 1 Но все это, конечно, полный мура На самом деле там 4-5 основополагающих игр А все остальные, то, что они считают, тоже за игрушки Никакие не игрушки, а просто модификации Разные уровни одной и той же игры Здесь же совсем другое дело The Legend of Cage Легенда Кейджа The Goonies Гуники Или гуники? Нет, гуники лучше, конечно Urban Champion Городской чемпион Arkanoid Ну, это понятно Арканоид И Galaxian Галактиан Так вот, 5 совершенно разных игр Но так как у нас времени для восьми битных игрушек осталось Довольно мало Я хочу сказать только об одной Пока об одной И отдаю предпочтение игре The Goonies Гуники Потому что, во-первых, название смешное А если название смешное, то и игра должна быть интересной Ну, а во-вторых, я эту игру посмотрел Как, впрочем, и все остальные 5 И она мне понравилась больше других Почему? Сейчас увидите Гуники Гуники всех стран, соединяйтесь Симпатичное название меня не обмануло Бродильная бродилка в стиле подземелья и в игре про Супер Марио Далеко позади оставляет такие шедевры, как Ghosts and Goblins Или, например, Conan Все это меркнет по сравнению с гуниками Остроумные программисты и художники Выполнили переходы из уровня в уровень В виде разверстой пасти черепа В которые и входить-то не хочется Боязно, но надо Маленький человечек с большими амбициями И недюжинным запасом храбрости Ну, прям как у вас Бродит себе в неведомом мире Где с потолка шипит огонь А невинные на вид мыши Так и норовят ухватить за пятки Зачем и куда он ходит, мы не знаем Об этом придется позаботиться вам Если вы хотите носить гордое и благозвучное имя Гуник Ну, а если вы хотите остаться Сережами или Васями Кириллами или Павликами Пожалуйста, оставайтесь Но в гуников сыграть вы просто обязаны Хотя бы потому, что я в них играл А разве это не достойный повод? С сожалению С сожалению я прекращаю игру Гуники, гуники Светлого мая, привет Кстати, до мая у нас с вами осталось Чуть больше месяца А до рассказа о 16-битных играх Несколько секунд Три, два, один Все Обещал я вам Вот, пожалуйста Конечно, никаких ранений эти пистолеты не приносят Не причиняют Потому что это цветовые пистолеты для приставки Sega Называются они Light Gun Их там в коробке две штуки А коробки я вам сейчас покажу Храню я ее в укромном месте Потому что очень много охотников За этой коробкой Очень многим хочется иметь Такой вот замечательный Я бы даже сказал Чемодан для пистолетов Называется он Super Police Fighter Light Gun Это общее название всех цветовых пистолетов А вот эта модель называется Super Police Fighter Фирма Megatron Ну, вы, конечно, спросите А что мне с этими пистолетами делать? Как я буду с этими пистолетами играть, например, в Эко Дельфина Или в какую-нибудь другую сеговскую игру Где не стреляют Увы, конечно, эти пистолеты созданы только для стрелялок И одна из таких стрелялок у меня сейчас уже заготовлена в приставке 7 Эта игра называется не слишком оригинально Называется она так же, как и эти пистолеты Называется она Gun Fighter Но это ее, так сказать, последнее новое название А в оригинале игры, где можно стрелять в экран И экран будет отзываться на работу фотоэлементов в пистолете Называются Lifel Enforcers Это совершенно новое направление игровой техники Когда-то давно фирма Nintendo Тогда еще не было Super Nintendo Была только 8-битная Nintendo Так вот, когда-то давно была игра Называлась она Duck Hunt Утиная охота И там в наборе, в моем наборе Nintendo 8-битном То пистолетик тоже И очень удивился я, когда включил эту игру Действительно, когда стреляешь в уток в экран Они падают А если не стреляешь, не падают Как это устроено и как ученые до этого документили Я ума не провожу Давайте посмотрим, что можно сделать со световым пистолетом И с хорошей игрой Gun Fighter Я буду стрелять, а вы будете смотреть Вы тоже можете стрелять, если у вас есть пистолет Gun Fighter Но я думаю, что ничего у вас не получится Хотя попробуйте Стрелялка, она и в Африке стреляет Единственное, что хотелось бы отметить В связи с тем, что жизнь наша непростая Моему сердцу все же милее те самые утки Из старой нинтендовской приставки Все вокруг и так достаточно сурово и грубо А тут еще и в людей надо стрелять Нет, конечно, бандиты заслуживают Самой суровой кары Но утки все-таки традиционный объект охоты А люди пока еще, слава богу, нет Любому бандюге в сто раз хуже, если его схватить, связать и в тюрьму посадить Там он хоть будет мучиться и думать о своей жизни Ну, а стрелялка, она и в Африке стрелялка Ну вот, видите, какая игрушка Но я хочу еще вам кое-что поведать Вот, смотрите, провод от моего пистолета От розовенького, да? Идет, 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 идет Как вы думаете, когда он приходит? Я уверен, что все вы сейчас скажете В приставку Сега А он нет Он идет Тут никакого фокуса нет И приходит Смотрите, он приходит в рукоять второго пистолета И втыкает туда наподобие телефонного провода Вот так очень простым коннектором Он вынимается и также очень просто вставляется Что это нам дает? А, ну естественно, а естественно Из синего пистолетика провод уже Вот давайте мы проследим, куда он идет Из синего пистолетика провод приходит уже в приставку Сега Это о чем нам говорит? Что в эту игру можно играть вдвоем Можно играть одному, стрелять с двух рук Как настоящему ковбою В общем, понимаете, что для тех, кто любит стрелялки Лучшего подарка, в принципе, в жизни Инженера и фирмы Дэнди Придумать не могли Вот они это придумали А вы теперь должны Делать на себя соответствующие выводы Ну вот Мне понравилось Честно говоря, я бы в эту игру играл бы Всю передачу Но, к сожалению, я должен переходить к следующим играм Их у нас еще очень много сегодня И для Сеги еще одна игра называется Wild Quest Есть такое устойчивое выражение Wild West Дикий запад Квест по-английски поиск Путешествие в поиске чего-нибудь Это вы, наверное, уже помните по нашим прошлым программам Так вот Wild Wild Quest Дикий-дикий поиск А герой этой игры Вот такой вот леопардик По-английски это Чита Чита у нас с вами принято называть обезьян, да? Вот В Айболите там, по-моему, была обезьяна Чита А здесь Чита называется Леопард Так, действительно, его по-английски называют Это очень интересная, смешная игра Чуть напоминающая Cool Spot Немножко напоминающая игру Как же она называлась? Pearl Jam на фанкатроне Паник на фанкатроне Помните игра такая? Вот Ну, давайте посмотрим, чем она отличается от мною названных игр А! Семен Семенович Я забыл перестыковать пистолет И вставить в приставку Сеговский пульт Вот на что уходит На что уходят драгоценные мгновения передачи Боже мой, простите меня, ребята Простите, я больше так не буду Все Поехали Wild Wild Quest Ну вот, пока я говорялся с джойстиками и пистолетами Режиссер нашей программы Не позволил мне выбиться из строгого и четкого графика передачи И оставил мне для рассказа об игре Честер Чита всего несколько секунд А мы давайте его с вами обхитрим Запомним этого симпатичного зверька Проведем небольшой рисовальный конкурс А в следующей программе обязательно посмотрим эту игрушку подольше Чтобы он от зависти запрыгал так, как прыгает Честер Чита в самом начале игры Договорились? Несколько слов об этой игре при тем, как засунуть ее обратно в коробку Это американская корпорация Caneco Продвела эту игру 8 мегабайт в ней Не слишком много, но и не слишком мало 16-битная платформенная такая бродилочка Для одного, к сожалению, игрока Производство 1993 год Если кто-то из вас захочет нарисовать такого Честера Читу И прислать к нам в программу Мы это будем очень приветствовать Потому что тут сзади написано, что этот персонаж является торговой маркой фирмы Caneco И никто никогда в жизни не может его даже рисовать где-нибудь, даже дома Мы вам говорим Ребята, спокойно, не бойтесь Рисуйте нам Честера Читу Кто нарисует лучшего Честера Читу, получит от нас приз какой А догадайтесь сами Наверное, вы уже смекнули Итак, мы ждем ваших писем с рисунками Честера Читы С его портретом А теперь Совершенная игровая система Супер Нинтендо Ой, ребяточки мои Застрелялись Мы с вами заигрались И у нас очень мало осталось времени Так что давайте сейчас все быстренько, сжато, коротко расскажем О трех картриджах для системы Супер Нинтендо Первый из них Это Metal Marines Metal Marines по-русски значит Металлические морские пехотинцы Marines так называют морских пехотинцев Это очень интересная игра 12 мегабайт Производство фирмы Nemco Фирма Nemco А внутри этого картриджа бесплатный плакат Сейчас вам плакат покажу Бесплатный постер Ну какой бесплатный? Конечно, вы заплатили за игру, значит заплатили за постер Но Как бы вот Если вы не купили такой картридж Вам такого постера не видать Он в точности повторяет обложку картриджа И вы его можете наклеить Около своего стола, около кровати Я надеюсь, что у вас уже около Того места, где вы обитаете Много наклеено всякого из мира новой реальности Но я думаю, что постер игры Металлические морские пехотинцы Займет свое место там же Стратегическая потрясающая игрушка Как жаль, что компьютерные игры Так поздно ворвались в нашу жизнь И не были доступны нашим родителям Игра Metal Marines Была бы большим подспорьем Нынешним командиром Красной Армии и генералом Такой стратегической сметки Им и не снилось Представьте, что полчища роботов Со всех сторон наступают на вашу базу И не просто наступают А посылают самых беспощадных Своих представителей Для разрушения жизненно важных Объектов народного хозяйства Бункеров, ангаров И укрепрайонов Ваша задача посылать Навстречу супостатам Свои патрули и ядерные ракеты Одного дыму до огня В игре целое море Симпатично, что в отличие От других подобных войнушек Здесь не приходится стрелять в людей Знаете, никакого чувства жалости К бездушным железякам У меня лично не возникло А значит, как говорится В одной известной телепередаче Насилие здесь меньше, чем в футболе Жестокости меньше, чем в хоккее Только живой ум и трезвый расчет Игра, на мой взгляд, займет Достойное место Среди всяческих страйков Урбан страйк Дезерт страйк Джангл страйк Понимаете, о чем речь И в это же самое время Сохранит вашу человеку любивую совесть В целости и сохранности Вперед к высотам воинского мастерства А вопрос о применении этой игрушки В обучении офицеров Академии имени Фрунзе Уже поставлен на повестку дня И, что примечательно Поставлен именно нашей программой Металлические морские пехотинцы Заметите, какая сложная, интересная игра для умных Игра для умных парней Все больше и больше появляются таких игр, кстати И мне это очень нравится Что-то не только стрелялки-пулялки А еще и игры, где нужно думать головой 12 мегабайт, 20 заданий Играть вам ее и наиграться Никогда до конца не пройдете Кто пройдет, напишите нам об этом Мы вас обязательно позовем в нашу студию И будем вас чем-нибудь награждать Или просто приветствовать, задать по голове А два остальных картриджа для приставки Супер Нинтендо Вы уже видели в наших прошлых программах Правда, это было довольно давно Одна из них игра Бабзи Про маленького кролика И вторая игра Супер Марио Уорлд В игре Супер Марио Уорлд Собраны все чудеса игры Супер Марио За всю историю его существования Там знаете сколько? 96 уровней Представьте, 96 уровней, что такое, а? Трудно себе представить Однако, что так оно и есть на самом деле Производство фирмы Нинтендо, естественно А игра Бабзи Производство фирмы Супер Нинтендо Тоже Начнем с Бабзи А потом сразу же перейдем без задержек Потому что времени действительно осталось очень мало Перейдем без задержек к игре Супер Марио Уорлд Напомним только вам об этих игрушках О хорошем чё же не вспомнил Бабзи? Применительно к этой игре Мы готовы несколько видоизменить нашу любимую песенку Пусть она звучит отныне так Бабси, Бабси, мы все любим Бабси В Бабси играют все! Как? Вы не знакомы с Бабси? Ну тогда знакомьтесь Помесь кролика с собакой Гибрид котенка и черепахи Ну в общем, сами можете заняться биологическими изысканиями От результатов которых, впрочем, ничего не изменится Юркая зверушка сама себе на уме Терпеть не может воды И обожает разноцветные клубки шерстяных ниток Мир, в котором она обитает, ярок и бесконечен Это мир 16-битной супер нинтендорской графики и музыки Здесь можно все, что влезает в рамки воображения А в эти рамки, как известно, влезает все И кошки с кроликами, и котята с черепахами Начинают летать, ползать и даже кататься на гоночных автомобилях Ей богу, про Супер Марио мы уже столько говорили с вами Столько раз восхищались потрясающими свойствами этой игры Что мне просто хочется, чтобы вы еще раз повстречались с толстяком-водопроводчиком И поразились его умению находить выход из совершенно безвыходных ситуаций И выполнять абсолютно невыполнимые миссии Давайте признаемся ему в любви и согласимся с тем Что Супер Марио будет вечно бегать в своих супер-мирах Наводя ужас на врагов И заставляя нас покатываться от смеха И восклицать так, как делает один мой знакомый мальчик Всякий раз поражаясь фантазией авторов игрушки Вот как он говорит чума вот уж действительно многообразен и богат русский язык как богат и разнообразен мир марио ну что вспомнили о чем речь ёши марио и их друзья и конечно же упа самый главный враг супер марио которого вы должны победить обязательно чтобы спасти принцессу время нашей программы подошло к концу а мы еще совершенно не говорили о приставке геймбой вернее приставки геймбой а об оригинальной конструкции геймбой они им расскажем обязательно следующей программе мирного реальности можно описать многими словами можно совсем несколькими маленькими но очень емкими выражениями например клёво или зашибец или полный улёк я читаю говорить тушите смерть мы увидимся с вами ровно через неделю пока